Признаки развала, почему украинский раскольник Филарет не признает упразднение своей церкви. 8 декабря 2019 года, час 15. Александр Карпов, Алена Медведева. Глава раскольнической Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета проверк заявление о ликвидации этой организации. Он также обвинил созданную около года назад неканоническую Православную Церковь Украины в провоцировании религиозного конфликта в стране и рейдерских захватах имущества Упцкапе. Это уже не первый случай, когда Филарет выступает в скрите Капцу, которая была образована путем слияния Упцкапе и еще одной раскольнической структуры – Украинской Автокефальной Православной Церкви. Сам Филарет принял непосредственное участие в создании Единой Церкви, однако затем объявил, что отказывается присоединяться к ней. Эксперты полагают, что попытки главы Упцкапе восстановить свое влияние обречены на провал, поскольку у него для этого не осталось ресурсов. Глава раскольнической Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Упцкапе Филарет заявил, что его церковная структура продолжает существовать, несмотря на слова главы Православной Церкви Украины, ПЦУ, Епифания и ее ликвидации. Также по теме задействуются всевозможные мощности, почему в США поддержали признание новой церкви Украины посол США в Греции Джеффри Пает поблагодарил главу Элотской Церкви архиепископа Иеронима за признание раскольнической православной. Митрополит Епифаний и Священный Синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской Патриархии и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Это неправда. Церковь нельзя ликвидировать, говорится в заявлении Филарета, размещенном на официальном сайте Упцкапе. Также Филарет с сарказмом отреагировал на решение оставить ему резиденцию в Киеве. Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что на своем заседании 5 декабря 2019 года появили ко мне милость, не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской Патриархии на улице. Пушкинской, 36, которая я построил в тяжелой для церкви советские времена, и служить во Владимирском Соборе. Еще раз спасибо за то, что совесть не позволила совершить такое преступление, заявил Филарет. Он подчеркнул, что будет бороться против рейдерского захвата имущества Киевской Патриархии, и обвинил Синодпцу в провоцировании религиозного конфликта на Украине. Синодпцу своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, вынося изменения в Божественную Литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовят религиозную войну на Украине, заключает Филарет в своем обращении. Собор Раскольников Так называемая Православная Церковь Украины была образована путем слияния двух раскольнических структур Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Это было сделано с подачей и при активной поддержке тогдашнего президента Петра Порошенко. Он стремился создать на Украине новую поместную церковь, которая не была бы связанной с Россией и Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Также по теме Работа с иллюзиями, как Константинополь взаимодействует с раскольническими православными церквями Константинопольский Патриарх Варфоломий пытается объединить под своим началом все раскольнические движения в мире. Такое предположение. При этом Порошенко не удалось достичь главного – привлечь к этому проекту единственную каноническую, а заодно и наиболее многочисленную в стране Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Абсолютное большинство ее епископов проигнорировали Раскольнический Объединительный Собор. Результатом усилий Порошенко стал Томас об Автокефалии, который главе Пцу Епифанию вручил Константинопольский Патриарх Варфоломий 6 января 2019 года. Русская и Украинская Православные Церкви Московского Патриархата в ответ на это разорвали евхаристическое общение с Константинополем. Решение Варфоломея предоставить Пцу Автокефалию не встретило понимания и в православном мире. Помимо Фонара, новые Раскольнические церковные структуры поддержали лишь Александрийская и Элладская Православные Церкви. Остальные 12 православных поместных церквей не стали этого делать. Филарит против. Впрочем, единство Раскольников, достигнутое на Объединительном Соборе, вскоре дало трещину. В мае 2019 года глава УПЦКП Филарит заявил, что если бы он знал о содержании Томаса до его вручения, то отказался бы его принимать, так как тот ставит новую украинскую церковную структуру в зависимое от Константинополя положение. В следующем месяце УПЦКП заявила, что не признает себя упраздненной, а проведенный 15 декабря 2018 года Объединительный Собор считает не имеющим юридической силы. В конце июля 2019 года 90-летний Филарит обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив его вмешаться в ситуацию и не позволить ликвидировать УПЦКП как юридическое лицо. Сообщаем вам, что ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеет к УПЦКП никакого отношения. «Прошу вашего непосредственного вмешательства и прекратить этот беспредел», – заявил тогда Филарит. Также по теме. Вмешательство Константинополя привело к новой розни, почему Киевский Патриархат не признает свое упразднение. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата не признает свою ликвидацию. Об этом сообщила пресс-служба религиозной. В этом заявлении он также назвал процедуру выдачи тамоса прямым обманом, который был осуществлен при непосредственном антинародном участии Порошенко и Варфоломея. Он также прямо заявил, что УПЦКП не считает себя частью ПЦУ. Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦКП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦКП. Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦКП, и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦ, заявлял Филарет. Стоит отметить, что данные по количеству приходов УПЦКП являются сильно устаревшими. Достоверно установить, какое количество этих приходов перешло к ПЦУ после ее образования, не представляется возможным. Сам Филарет в октябре 2019 года отмечал, что не может назвать точное количество приходов, которые сохранили верность УПЦКП. На сегодняшний момент у нас пять архиареев, какое количество духовенства и приходов, я не могу сказать. Сейчас я не знаю, какие приходы в разных епархиях остались в составе УПЦКП. Потому что по всей Украине есть приходы, которые не перерегистрировали свои уставы на ПЦУ, приводит его слова 112 Украина. Зеленский не поможет. Филарет не желает признавать свое поражение и будет до конца отстаивать свои интересы, считает член экспертного совета по проведению государственно-религиовической экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев. При этом официальный Киев не будет вмешиваться в ситуацию, считает он. Украинские власти будут стараться дистанцироваться от конфликта, поскольку в данном случае Зеленскому невыгодно участвовать в этом противостоянии, подчеркнул эксперт в интервью. А.Т. схожей точки зрения придерживается и Роман Лункин. Зеленский с самого начала довольно четко определил свою позицию в церковном вопросе, заявив о том, что в религиозное дело, особенно в отношения между разными церквями, вмешиваться не будет, заключил эксперт. Силантьев добавил, что сегодня можно наблюдать признаки развала проекта под названием ПЦУМ, однако некоторое время он будет продолжать свое существование по инерции, поддерживаемой сторонниками и заинтересованными внешними силами. Продолжение следует...